Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Терроризм или хулиганство? Кто забросил взрывчатку на территорию американского посольства? Не дожидаясь перитонитов, в Раде попытались проголосовать медицинскую реформу. Что из этого вышло? Налоговое время, как рядовой сотрудник фискальной службы, заработал на базырате. Вторая смерть от батулизма. В Сумской области сегодня ночью скончался 38-летний фельдшер. Более двух дней он провел в инфекционной больнице, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели польскую сыворотку. Это была единственная доза на всю область. Еще две ампулы родные раздобыли в России. Но, как пояснили специалисты, лекарство было введено слишком поздно. Украинские больницы, к слову, не получают его с 2014 года. Действие сертификата о госрегистрации препарата российского производства истекло. А нового поставщика Минздрав так и не нашел. И вот только сейчас, как уверяют чиновники, начался процесс регистрации препарата из Франции. Запрос о том, когда же, наконец, в Украине появится сыворотка от ботулизма, мы направили в министерство несколько дней назад, но ответа так и не дождались. Выяснить это лично у Ульяны Супрун на днях пытались журналисты сразу нескольких каналов. Чтобы услышать комментарии, им пришлось даже бежать за исполняющие обязанности министра здравоохранения. Но говорить что-либо на тему ботулизма, она отказалась, сославшись на то, что журналисты ведут себя неэтично. Вы можете, я могу вам питание запитаться. Вчера был день журналистов. Так? Так. Если так этично проводятся журналисты в мире, что они так атакуют людей и ставят микрофон и бьют микрофоном министра, думаю, что нет. Зато в Раде, сегодня исполняющая обязанности главы Минздрава, разговорилась. Правда, о трагедии она не вспомнила. Предпочла рассказывать о прорыве в сфере предоставления медицинских услуг. Проект, разработанный Минздравом медицинской реформы, в парламенте сегодня бурно обсуждали. На чем остановилась, узнаем от Ирины Романовой. Вместе с повесткой дня нардепов нагрузку получают весистую книжицу. В ней в цифрах и таблицах медреформах, которую предлагает украинцам правительство. Этот вопрос сегодня в центре внимания парламентариев. Но начиная, спикер, с другого. Большинство нардепов законопроект поддерживает против оппозиции. Мы были свидетелями очередного голосования за идеологическую вещь, которое, мы уверены, в прикладном плане не будет иметь никакого наследия. Никто нас в НАТО не прийме, никто не будет даже рассматривать заявку нашу. Сегодня было очередное намагание отвлекать увагу общества от реальных проблем, которые есть в стране. Нардапа приступает к обсуждению медреформы. Исполняющая обязанности главы Минздрава пытается объяснить необходимость преобразований. Мы вводим государственный гарантированный пакет, четкие законодавшие гарантии, однако и для всех, независимо от материального состояния. Часть стоимости медусток за пациента оплачивает государство. Остальное он сам. Но в какой пропорции, супрум не уточняет. Чуть больше сообщает глава рабочей парламентской группы, которая помогала Минздраву сочинять документ. За образец, говорит Березенко, взяли британскую модель. С 1 сечня 2018 года каждый семейный лекарь имеет право заключить контракт минимум, кажется, тысячу или тысячу пятьсот пациентов до двух тысяч. За каждый контракт этот лекарь отримает в год певную сумму. Он, по нашим рассчитанам, себе может зависеть в качестве дохода сумму, ревную примерно 23-25 тысячам гривен. Еще одно новшество создается Национальная служба здоровья, которая будет переводить деньги с казначейства на счета медзаведений в профильном комиссии, предложенную Минздравом супрумедреформу, забраковали. Посоветовали помозговать над ней еще. Министерство охороны здоровья и Кабмин не спромоглися за последний год дать ответ на вопросы, что будет входить в базовый гарантированный пакет медической допомоги. Сколько стоит эта допомога? Сколько нужно будет платить людям по спивоплате? По сути, сейчас мы кидаем людей под танки и даем ему еще додатковые тарифы. Породили, дети, дети-сироты, дети с вадами развития, не сможут попасть на плановую операцию. Бывший министр здравоохранения, а ныне член профильного комиссия Олег Мусей, тоже не в восторге от реформы в таком визе. Предложил альтернативу. Вы хотите этим законопроектом побудовать новые коррупционные схемы, а именно централизовать деньги под государственную агенцию, которую вы называете очень красивой назвою. Красивая назва называется «Национальная служба здоровья». Красить 80 миллиардов из так же братской охраны здоровья – это вверх цинизма. Именно поэтому в альтернативном законопроекте мне удалось не на 100%, на 80% за обмеженность этого часа, уменьшить все коррупционные риски. Однако законопроект Мусей, нардепы не поддерживают, а вот правительственный, прежде чем голосовать, обсуждает несколько часов. Коалиция «Самопомощь» приводит десятки аргументов за. Басківщина радикал и оппозиция против. Цей законопроект про людские деньги, который сегодня есть попытка передать людям и лекарям. И пусть они между собой разбираются, а не 1 сентября державные чиновники и фармакологическая мафия. Сейчас происходит такая же реформа в лапках охраны здоровья, как когда-то реформа газового рынка, когда в 10 раз вы получили высшие тарифы на газ. Люди теперь будут полностью платить за все услуги системы охраны здоровья. Будет как минимум, как и по газу, в 10 раз дороже, чем те, что сегодня... Практически мы выходим на платную медицину. И никто не показал, выключить нас там с первой ланкой, никто не показал, каким чином людина может сплачувати операции на сердце, ликование каких-то хвороб. Створюється агентство по расподілу финансовых ресурсів. Я говорю, что в ручном режиме распределять ресурсы. Мы боимся, что это просто будет черговая кормушка. Наконец спикер ставит законопроект на голосование. Не хватает трех голосов. Коалиция снова-снова призывает коллег поддержать реформу. 227 за, решение принято. У министра радуется, благодарит нардепов. Но тут трибуну блокируют радикалы. Обвиняют коллег в кнопкодавстве. Требуют переголосования. Их поддерживает и оппозиция. Я звертаюся до коалиции. Звертаюся до Головуевича. Там кнопкодавлять. Звертаюся до Супрун. Вам треба такой законопроект, где его кнопкодавлять. Это же будет ганьба. Вы говорите о реформе раз в 50 лет. Вы через колено всех заставляете проголосовать. Проект медреформы отправляют в комитеты на доработку, чтобы ко второму чтению там учли все предложенные сегодня поправки. Ирина Романова, Анна Каменева, подробности, телеканал Интер. Президент подписал закон о рынке электроэнергии, что должно способствовать реформированию энергосектора. Нововведения коснутся и потребителей, и производителей. По сути, документ учреждает биржу по продаже электричества, на которой энергокомпании и поставщики будут конкурировать между собой за потребителя. Таким образом, ценообразование должно стать более прозрачным. Закон соответствует нормам Европейского Союза. Эксперты полагают, что в полной мере он заработает через два года, поскольку необходимо принять еще ряд подготовительных актов. Документ Порошенко подписал во время своего визита на Трипольскую теплоэлектростанцию. Он полностью соответствует европейским стандартам и аналогам. Раз. Друге. Этот закон проводит конкурентный рынок. Третий. Он прозорый. Он создает действующие преимущества проявления коррупции на рынке электроэнергии. Зупиняй их. И сегодня тут, а не в кабинете, разом с вами я принял решение про подписание этого закона. Премьер Владимир Гройсман прокомментировал медицинскую реформу. Законопроект, напомню, был принят парламентом в первом чтении. По мнению главы правительства, документ нужно еще дорабатывать. Премьер отметил, что реформа будет внедряться совместно с органами местного самоуправления. Напомню, главное ее новшество – это финансирование больниц, исходя из предоставления услуг пациентам, а не по количеству так называемых койко-мест в клиниках, как было раньше. И с 1 июля правительство отменяет госрегулирование цен на продукты питания. Напомню, раньше производители были обязаны обосновывать необходимость повышения цен на социально значимые продукты, а это хлеб, мука, яйца, сахар и молочные продукты. А надбавку на такие товары запрещалось ставить больше, чем 15%. Отмена таких ограничений поможет развитию бизнеса, так считают в Кабинете министров. Эксперты же не исключают, что возможное повышение цен на эту группу товаров ударит по социально незащищенным слоям населения. Тем временем статистика уже фиксирует подобные удары. С начала этого года инфляция в стране составила 6,2%. За последний год 13,5%. И только за минувший май цены на продукты питания выросли около 2,5%. Кроме этого, Гройсман вспомнил о нерешенной судьбе главы Укрзалезныцы, Войцехе Больчуне, у которого закончился контракт с госкомпанией. Премьер заявил, что решение о продлении договора с польским менеджером правительство примет после того, как тот отчитается о проделанной работе. Какую роль сыграл радикал Олег Лешко в конституционном перевороте, организованном Януковичем в 2010 году? Дать оценку действиям главного радикала требует от Генеральной прокуратуры народный депутат Сергей Каплин. По его словам, Лешко своей поддержкой в сессионном зале помог беглому президенту узурпировать власть. В 2010 году, после так называемого конституционного перевороту, в посиление повинований Януковича принималась низка законодательных акций. И недостающих для Януковича голосов надав Олег Лешко. Его тогда позиция перехилила на пользу Януковича ситуацию в парламенте. Я глубоко уверен, что Олег Лешко задурю голову простым украинцам, и в результате мы втрачаем Украину. Генеральный прокурор, Генеральная прокуратура, следы, все антикоррупционные органы и международная спільнота должны дать оценку руйнивной деятельности этого кремлевского петуха. Взрыв прогремел сегодня ночью на территории посольства Соединенных Штатов Америки. Сразу появилось несколько версий произошедшего. Но первым высказался о преступлении, по традиции, советник главы МВД Антон Герасченко. Уже через несколько часов он установил виновных. Правда, в нацполиции к услугам детектива Герасченко, судя по всему, не прибегают. Их версия была совершенно иной. Все подробности этой истории узнаем от Александра Васильченко. Эта воронка – след от взрыва во дворе посольства Соединенных Штатов. За забор взрывчатку бросили в полночь. Не успел взрыв эхом разойтись по кварталам столицы советник министра внутренних дел Антон Герасченко. Тут же на гора выдает версию. Около часу ночи, пока неизвестное лицо бросило гранату на территории, взрывное устройство на территории посольства США. Делой этим будет заниматься расследование службы безопасности Украины. В самом же ДИП-учреждении инцидент прокомментировали ближе к полудню. На странице американского посольства в фейсбуке заявили, ночные события терактом не считают. Взрыв подтверждают. Имущество не повреждено. Пострадавших нет. Работа посольства продолжается в обычном режиме. И новое мнение Антона Герасченко по традиции ищет виновных, произошедшим за границей. Я думаю, что в конечном итоге это сделали по задаче из Российской Федерации. Цель очень простая. Это хороший повод сбаламутить информационное пространство, попасть на мировые, возможно, ленты информационных новостей, сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу. Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве. Один из самых сверхохраняемых объектов в Украине. Официально это территория США. Попасть за ворота просто так невозможно. Насполиция заявила, эксперты долго не могли пройти к месту взрыва. Позже в нас полиции сообщили, инцидент переквалифицировали. Это злостное хулиганство. Говорят, после дополнительного осмотра места происшествия выяснили, взрывчатка не могла нанести кому-то вред. Взрыв в ДИП учреждения прокомментировали в МИД Украины. В Министерстве осудили ночные события, которые могли предоставлять опасность для сотрудников посольства. Тем временем, задержать злоумышленника и определить истинный мотив полиция так и не смогла. К слову, силовикам не привыкать к провалу резонансных дел. С момента поджога редакции подробностей прошло 8 месяцев. В деле до сих пор ни одного подозреваемого. Не говоря уже о задержанных или осужденных. Ни заказчиков, ни исполнителей следствие установить не может или не пытается. Следователи даже не все улики удосужились забрать. Сотрудники компании нашли в здании 4 каски налетчиков, зажигалки, газовые баллончики. Тогда свое собственное расследование провели оппозиционеры. Выяснили, организаторами атаки на новостную редакцию Интера были члены партии Народный фронт. В частности, глава МВД Арсеноваков. Курировал нападение его тогдашний советник Илья Кива. А исполнительными были люди с криминальным прошлым. В полиции атаку квалифицировали как поджог и хулиганство. И только благодаря действиям руководства редакции и оппозиционеров добавили статью теракт. Нет виновных и в трагедии в княжичах. И в этом деле расследование стоит на месте. А в резонансных убийствах российского госдепа Дениса Вороненкова и оппозиционного журналиста Павла Шеремета журналисты проводят собственные расследования, чтобы найти улики для следователей. Александр Васильченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Советник главы МВД Антон Герашенко сегодня под шумок решил вспомнить историю с покушением на него. По его словам, следствие по этому делу завершено. И даже установлены двое подозреваемых. Оба якобы граждане Украины. Некто Жиренко и Якоб. И в этом случае Герашенко тоже вспомнил о руке Москвы. Но снова забыл поделиться подробностями покушения и возможными мотивами. А в Луцке сегодня пострадал коллега Антона Герашенко. По партии сожгли машину народного депутата от Народного фронта. Это произошло рано утром в одном из спальных районов города. Джип стоял на парковке возле многоэтажки, где проживает Игорь Лапин. Автомобили, которые находились рядом, не пострадали. А вот его внедорожник уже не подлежит восстановлению. Как сообщил нардеп, автомобиль он задекларировал. Но принадлежит машина семье сына. По мнению пострадавшего, инцидент связан с политической деятельностью. В частности, предстоящими выборами мэра Луцка. Но имен ни исполнителей, ни заказчиков он не назвал. Мазератти и 18 объектов недвижимости в подарок. Журналисты издания «Наши гроши» проанализировали декларацию рядового сотрудника Государственной фискальной службы города Львова Сергея Малькова. Выяснилось, что в период, когда Мальков находился в декретном отпуске по уходу за ребенком, он успел приобрести по цене вдвое ниже рыночный автомобиль Мазератти за всего лишь 765 тысяч гривен. И хотя Мальков занимает скромную должность работника отдела сопровождения НДС, у него состоятельные родственники. Мать Людмила Малькова, которая фигурирует в громкой афере с перепродажей коммунального имущества, и в прошлом году она подарила своему сыну 18 объектов недвижимости в различных районах города Львова. Мы направили запрос в Государственную фискальную службу, но комментариев пока так и не получили. И миллионером, или даже миллиардером оказался бывший командир Днепропетровского «Беркута», который возглавил муниципальную полицию Днепра Андрей Ткаченко. Общественные активисты проанализировали его декларацию. Какими земельными участками и квартирами владеет ставленник мэра Филатова в следующем материале. В декларации экс-беркутовца Андрея Ткаченко за 2016 год впечатляющий список имущества. Лично ему принадлежат 7,5 тысяч квадратных метров земли и два гаража в Днепре. А вот основное состояние зарегистрировано на супругу. Анна Ткаченко владеет земельными участками в элитных поселках Шевченковка, Новоселовка, Песчанка и Опытная. В Опытном дом площадью 250 квадратных метров двухэтажный особняк за высоким забором находится в окружении усадеб, которые принадлежат народным депутатам, прокурорам, судьям. Если так хотя бы примерно сложить все вот это вот имущество, которое есть у господина Ткаченко и его жены, ну из того, что по крайней мере удалось найти, то получится, что при задекларированной зарплате, которая есть в декларации, наверное, нужно не есть, не пить, не тратить деньги вообще ни на что, кроме того, что откладывать их на вот эти покупки, ну где-то лет 10. Я сомневаюсь, что зарплата, которую показывает господин Ткаченко, позволит даже покрыть расходы на то, чтобы содержать такое количество недвижимости. У нового главы муниципальной полиции солидные сбережения 110 тысяч гривен наличкой, а у супруги на банковском счету 30 тысяч долларов. Также Анна хранит наличными 170 тысяч гривен, 12 тысяч евро и 20 тысяч долларов. При этом годовой доход мужа Андрея Ткаченко чуть более 200 тысяч гривен. Это какой-то черный доход, и я думаю, таким образом расплачивались как раз за смерть на Майдане, за избиение демонстрантов и, наверное, за какие-то успехи в разгонах митингов. Прокомментировать такие серьезные обвинения, прозвучавшие со стороны общественных активистов, Андрей Ткаченко сегодня не смог. Заявил, нет времени, дескать, много работы. После его назначения на должность начальника коммунального предприятия, муниципальная полиция, разразился скандал. Днепровские активисты считают, экс-беркутовец не должен работать в структурах власти, а само предприятие, муниципальная полиция, по их мнению, это карманная армия мэра Филатова, которая будет выполнять любые заказы, в том числе и политические. С требованием уволит Ткаченко активисты даже пикетировали мэрию. Я был на Грушевского 22 января, я выносил тело первого Нигояна и Жизневского из медпункта, когда в свое время на институтское вынесло 13 трупов. Я везде в этом был, я не могу это терпеть, когда у нас в городе такое происходит. Не должен человек подобный ему занимать такую должность. Если судить по тендерам, которые прошли во втором полугодии 2016 года, на муниципальную полицию из городского бюджета потратили более 5,5 миллионов гривен на экипировку и обеспечение, а расходы на зарплаты составляют еще 5-6 миллионов гривен в год. Впрочем, с приходом Каченко эти суммы возрастут, ведь он, например, почти вдвое увеличит штат муниципальных полицейских. Елена Мандрюк, Евгений Коднецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. А вот как работают известные украинские антикоррупционеры. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сегодня набросился на журналиста Филимоненко, когда тот попытался взять у него интервью. Инцидент произошел у здания Днепровского военкомата, куда Шабунин пришел после вручения ему вчера повестки, чем он был очень недоволен. На видео видно, что после нескольких вопросов журналиста антикоррупционер бьет его в лицо. Позднее Филимоненко брызнул в Шабунина из баллончика, якобы в ответ на нападение. Напомню, народные депутаты обвиняют главу Центра противодействия коррупции в уклонении от уплаты налогов и получении крупных сумм грантов. Переживший покушение боец батальона Киев-2 Адам Осмаев вышел из больницы. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке журналист Эльвина Сидбулаева. И опубликовала фотографии Адама с супругой Аминой. Как видно на фото, Адам всего неделю спустя после покушения идет самостоятельно без посторонней помощи. Хотя советник главы МВД Антон Геращенко и нардеп от радикалов Игорь Масичук утверждали, что у Осмаева пробито легкое, поврежден позвоночник и он находится в критическом состоянии. Видимо, это была неточная информация. Напомню, 1 июня в Киеве боец вместе с супругой встретился якобы с журналистом газеты «Лемонт», когда тот достал пистолет и выстрелил в Осмаева. В ответ его супруга Амина выпустила в киллера 4 пули. Тот остался жив и сейчас нападавшего допрашивает полиция. Его личность до сих пор не раскрывают. Один боец ВСУ погиб и 6 получили ранения за сегодняшний день. Боевики не прекращают вести огонь из тяжелого вооружения по всей линии фронта. От минометных обстрелов страдают мирные жители. В Марьинке женщина получила осколочное ранение. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Эту пулю жители Новотошковского нашли на детской площадке в Песочнице. Вот это пуля калибра 14,5 миллиметров. Но характерно, что выпущена со снайперского ствола, потому что 7 нарезов. Это бронебойно-зажигательная пуля. То есть вот здесь был термитный заряд. Но такая пуля прошивает БТР насквозь. Со вчерашнего вечера здесь стихла артиллерийская канонада. Но на окраину села выходить новотошковцы не советуют. В прямой видимости захваченные боевиками села. Оттуда сутки и летели в их сторону снаряды. За терриконами по-прежнему минометные батареи. С той стороны, да, это в основном было с Петроградки. Донецкий, Петроградка, вот оттуда техника стоит. Ну вот это река Луганка, Сифонная станция. И вот там оттуда лупят. Ну лупят и с Первомайки. С трех мест сюда лупят. На позиции военных журналистов после вчерашних боев не пустили. Объяснили. Приходят в себя, отстраивают укрепления. Хронологию событий узнаем от местных, которые живут в максимальной близости от передовой. Все здесь отдыхали. И так началось. Бах, бах, полетал, бесплодник водополетал. И пошелы. Три дня продолжалось все. Ближе лежащие дома. Вот это все сюда. Двери положат. Сядут бабушки и сидят. Спустя два года новотошковцам пришлось вспомнить дорогу в подвалы. Местные власти заново обустраивают бомбоубежище, запасаются провизией. Мы сейчас ждем от Красного Креста бутылированную питьевую воду для того, чтобы пополнить бомбоубежище. То есть на всякий случай. Из-за обстрелов закрыли детский сад и летний лагерь. Еще вчера школьный двор был усеян осколками. Осколки сыпались по школе, по крышам. То есть было очень опасно находиться на территории поселка. На данный момент пока все тихо. Надолго ли затишье никто не знает. В новотошковском готовятся к худшему. По данным разведки противник стянул дополнительные силы. Также было зафиксировано, как через речку Луганка переправляется боевая техника. Ирина Баглая, Антон Чиженко из Луганской области. Подробности телеканал Интер. День без агитации одновременно важнейший политический день в Великобритании. Королевство избирает новый состав парламента. Голосуют по мажоритарной системе. А уже после депутаты назначают премьер-министра. Оксана Кундеренко в Лондоне. И от нее знаем все подробности. День голосования в Великобритании рабочий. А поэтому участки открыты с 7 утра и до 10 вечера. Чтобы все желающие успели отдать голоса. Это почти 47 миллионов человек. Где же они? Сейчас на участках достаточно пусто. Но вот после работы здесь выстроятся очереди. Впрочем, у некоторых ажиотаж с самого утра. Здесь голосуют лидеры ведущих партий. Нынешний премьер и глава консерваторов Тереза Мэй в графстве Бергшир. Доброе утро. Доброе утро. Возможно, будущий премьер и лидер либористов Джереми Корбин в родном Лондоне. Спасибо всем, кто сегодня сюда пришел. Это день победы демократии. Я только что проголосовал и очень горжусь нашей компанией. Большое спасибо. Шотландские националисты опустили бюллетень в урну в Глазго. Они рассчитывают на несколько кресел, как и либеральные демократы, которые в программе обещают повторный референдум о Брекзите. Агитация в день выборов запрещена, но настроениями избирателей делятся охотно. В первую очередь я думала о Брекзите, об экологии, экономике, безопасности. И в конце концов выбор сделать было легко. Европа в первую очередь Европа. Я очень хотел остаться в Евросоюзе, но это не сработало. Должно сработать в этот раз. Прибавилась работа сегодня и у полиции. Кроме охраны участков, они проводят очередные рейды. На востоке Лондона арестовали еще троих мужчин, подозреваемых в терроризме. А о троих лондонских нападавших появились новые данные. На этом видео парни за пять дней до атаки смеются и обнимаются. Следователи ищут их пособников. Железнодорожную станцию Черенкросс в центре Лондона эвакуировали из-за подозрительного пакета. А робот-сапер провел контролируемый взрыв у подозрительной машины. Несмотря на повышенный уровень террористической угрозы, британцы голосуют с традиционным юмором. Только посмотрите на эти участки. Один в пабе, один в прачечной и даже на автобусной остановке. А еще в соцсетях набирает обороты флешмоб. Собака голосует. Забавные питомцы добавляют улыбок в серьезный день. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. И сейчас Оксана Кундеренко с нами на прямой связи из Лондона. Оксана, добрый вечер. Какие последние новости? Добрый вечер, Наталья. Если не считать небольшой потасовки журналистов на участке, где голосовал лидер либеральных демократов, то в целом все размеренно и спокойно. Сейчас в Лондоне и по всей Великобритании как раз закончился рабочий день. Все поспешили на участке исполнить гражданский долг. Наверное, это самое оживленное время. Вот вы видите рядом со мной, все время кто-то проходит, поток желающих проголосовать не прекращается. А явки пока данных нет, но она может быть низкой из-за дождя. Гремит гром и, похоже, собирается сильный ливень. До закрытия участков остается еще целых 4 часа. И только тогда, в 10 вечера по местному времени, появятся результаты первых экзит-полов. Обычно они достаточно точные и праздновать или расстраиваться начинают еще до объявления официальных результатов. Они, кстати, тоже не заставят себя долго ждать. За ночь с подсчетом голосов должны справиться. И уже завтра рано утром станет известно, сколько кресел в парламенте получила та или иная партия. И наверняка мы будем знать имя нового или старого нового премьера, который незамедлительно отправится принимать присягу перед королевой. В студии. Спасибо, Оксана Кундеренко, о парламентских выборах в Великобритании. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Смотрите, завидуйте он гражданин? Подтверждает ли посольство Великобритании наличие у Романа Нассирова британского паспорта? Не ждали, как коммунальщики справляются с проливными дождями на западе Украины? В Соломинском суде Киева рассмотрели ходатайство о взыскании в госбюджет, внесенного за Романа Нассирова залога в 100 миллионов гривен. Прошение подали антикоррупционные прокуроры из-за того, что подозреваемый до сих пор не сдал британский паспорт. Однако суд отказал. Прокурор САП Роман Симкев заявил, что не понимает логику служителей Фемиды, но давать оценки такому решению не захотел. Дескать, сегодня вердикт огласили не полностью. Полный текст судейского приговора зачитают 12 июня. А сам Роман Нассиров продолжает отрицать все обвинения в свой адрес, в том числе и наличие паспорта гражданина Великобритании. И тем не менее посол Великобритании в Украине Джудит Гофф подтвердила, что у отстраненного главы государственной фискальной службы Романа Нассирова есть британский паспорт. Об этом дипломат сообщила на своей странице в Твиттере. По ее словам, паспортная служба Великобритании предоставила подтверждающую информацию украинской стороне. Дело за приговором. Не прошло и двух лет. На финишную прямую вышел судебный процесс по участникам мукачевских событий. Напомню, 11 июля 2015 года в результате перестрелки членов правого сектора с охраной народного депутата Михаила Ланьо, а затем из полиции, погибли двое-двое. И несколько человек, в том числе полицейские, были ранены. Что сегодня рассматривал суд, узнаем от Марины Коваль. Впервые за два года заседаний суд в Мукачеве без усиленной охраны, обвиняемой не в клетке за стеклом, а на скамье без конвоя. 29 мая суд изменил им меру пресечения и отпустил на поруки. Ранее из обвинений изъяли статью терроризм, остались вооруженные нападения, организации преступной группировки, всего 8 статей уголовного кодекса. Сегодня суд изучает видеодоказательства. Это событие двухлетней давности в Мукачеве. Люди в камуфляже с оружием в руках и опознавательными знаками правого сектора подъезжают к спортивному клубу, принадлежавшему семье нардепа Михаила Ланьо. Там завязывается перестрелка. Убитого мужчину в шортах и майке пытаются загрузить в машину. На следующем видео перестрелка с правоохранителями на выезде из Мукачева. Прокурор комментирует действия обвиняемых. На плече у Деяков перебывают два тубуса, зоно схожие на РПГ. Мучак Роман Иванович держит в руках предмет, схожий на ручные кулеметы Калашникова. Руками надает указки про смену напрямую руху. И несколько раз на видео видно, что он делает пострелы. Адвокаты обвиняемых настаивают. Видео не может считаться доказательством, мол, оно смонтировано. И обвиняемых невозможно опознать по этим кадрам. Кто видел их безпосредственные видеозаписы? Есть пространственная экспертиза, которая установила, что это не они. Хамени покажут, кто из них где стоял и что он совершил. Своё участие в перестрелке отрицают и сами подсудимые. Кто сказал, что мы поехали? Адвокаты заявляют, на скамье подсудимых отсутствуют истинные виновники перестрелки. Просят суд учитывать в процессе выводы комиссии Верховной Рады, сделанные осенью 2015 года. Нардепы назвали причиной перестрелки борьбу за контроль над контрабандными потоками в регионе. А причастными к нелегальному бизнесу сотрудников милиции и СБУ. Судебный процесс вышел на финишную прямую. Завтра проведут дебаты, после которых суд должен вынести приговор. Это может произойти уже на следующей неделе. Но кто был организатором встречи? Кто первым открыл стрельбу и от чьей пули погиб охранник? Ответы на эти вопросы в суде так и не прозвучали. И как минимум 4 участника перестрелки до сих пор находятся в розыске. Марина Ковальдюри, Ковалёв, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Депутата Харьковского облсовета Алексея Литвинова, которого подозревают в хулиганстве с применением оружия в поселке Альшаны, где, напомню, от огнестрельного ранения скончался Ром, сегодня взяли под стражу. Инцидент произошел еще три недели назад, но районный суд отпустил депутата под домашний арест. Все подробности узнаем от Светланы Шикеры. Родственники погибшего Рома Николая Каспицкого держат в руках его фото. Говорят, депутат облсовета Алексей Литвинов должен быть за решеткой. Посадили убийцу. Мы хотим это, потому что она воля убийца. Каспиур не можем отойти. Никакого наказания нет вообще. После инцидента 16 мая Литвинова задержала полиция. Но уже через два дня его отпустил суд под домашний арест. Прокуратура подала апелляцию. Это человек, который имеет для местной громады очень большой вплыв. Он был несколько раз селищным главой. Он депутат. Поэтому он может вплываться на свидетельств. Судебное заседание сегодня провели в закрытом режиме. Служители Фемиды прислушались к доводам прокуратуры. Решение суда для подозреваемого и его защиты стало полной неожиданностью. Из зала суда депутат Литвинов уехал домой. Там он будет ждать судебных исполнителей, которые возьмут его под стражу и отвезут в СИЗО. Напомню, столкновение между поселковой властью Альшан и ромами произошло у здания Сирсовета. В результате бойни с применением огнестрельного оружия погиб глава ромской общины Николай Каспицкий. Еще четверо ромов были ранены. По их словам, стрелял Алексей Литвинов, сын которого и возглавляет поселковый совет Альшан. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Ливни, ураганы и шквальный ветер. На западе Украины бушует непогода. Машины плавают, крыши протекают. А коммунальные службы разводят руками. Почему каждый раз стихия застает их врасплох? Подробнее наши корреспонденты. В Черновцах ливень превратил улицы в бурлящие потоки, где буквально плавали автомобили и общественный транспорт. Кошмар, что творится. Вот это дождь. Боже, а машины вообще капец. Я в шоке. Ливневки в городе забиты, поэтому вода не могла быстро уходить. Коммунальщики оправдываются. Слишком сильный дождь. Та площадь, по площади, значит, куда стекали воды, до этих решеток, звичайно, не в спромозе была принята всех. А еще один такой фактор, что вода с собой несла и мусор, и не потреб, всякие, понимаете, и эти решетки были забиты этим мусором. Больше всего пострадал железнодорожный вокзал. Вода была даже внутри здания. А поблизлежащим улицам людям приходилось идти по коленам в воде. Досталось и жителям многоэтажек. Вот в этой затопило 40 квартир. Городские власти при этом отчитываются ситуация под контролем. Сильный ливень натворил бед и на Прикарпатии. Продолжался он не более часа, но этого оказалось достаточно, чтобы реки вышли из берегов. Залило железнодорожные пути. Из-за этого на несколько часов пришлось остановить движение поездов. В поселке Делятин затопило 70 домов. Под водой оказались 5 гектаров полей. Сейчас власти устанавливают сумму ущерба. Но сразу заявляют, помочь всем не смогут. Если этим жителям не дадут помощи с районного бюджета, с областного бюджета, селищный бюджет, не сказать, что бедный полностью, но он не имеет таких денег, чтобы подсказать людям за данные взбитки. А на Закарпатии бушевал ураган. В поселке Косовская поляна ветер повредил крышу школы. Некоторые дома остались вообще без кровли. Поваленные деревья оборваны линии электропередач. Без электричества полсотни домов. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер. На сегодня это все новости. Завтра в пятницу итоги недели в этой студии подведет Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!